Александр Вертинский И наступает 43-й год. Вертинский приезжает в Шанхай и в кафе «Ренессанс» со сцены он видит молодую девушку, которая сидит за столиком и внимательно смотрит на него. После своего выступления Вертинский подсел за этот столик и, как потом говорил, подсел и на всю жизнь. Молодой девушкой была Лидия Цыргвава. Когда Вертинский узнал, что она грузинка, он был счастлив. Он спросил, скажите, а как вас называют в Грузии? Меня называют Лила, ответила девушка, потому что я в грузинском языке, нет, меня не могут звать Лила. Лила. Вертинскому так понравилось, он сказал, я вас так и буду звать. А вы меня, пожалуйста, тоже называйте по-грузински Сандро. Разница между Лилой и Сандро была 34 года. Все были категорически против этого брака, но самое главное против была мать Лидии Владимировны. И когда Вертинский спрашивал, а почему твоя мама против, его невеста не могла сказать, да потому что ты старше моей матери. И Вертинский даже писал письма, я люблю вас, люблю вас, моя маленькая грузинка, несмотря на все протесты грузинского общества. Такие были шутливые письма, письма, которыми влюбленные потом будут обмениваться всю свою жизнь. И вот случился брак. Родилась старшая дочь Мариана, затем появилась на свет в 44-м году Анастасия, и родилась удивительная семья. Так получилось, что я с Вертинскими был знаком лично. Конечно, не с Александром Николаевичем, которого не стало в 57-м году. Моей первой знакомой стала Мариана Александровна. Я приехал к ней в поселок Кратово, причем под Москвой. Когда я приехал, я искал какой-то огромный дом, ну где, я думал, может, же семья Вертинских. Но оказалось, что дача, которую Александр Николаевич купил незадолго перед своей смертью, очень-очень маленькая. И вот мы сидели на улице, разговаривали с Марианной Александровной, и вдруг я заметил, как Марианна Александровна смотрит куда-то в сторону. Я перевел глаза и увидел, что к нам навстречу идет пожилая женщина в таких брюках, какой-то белой блузке, такая курортница. Оказалось, что это вдова Вертинского. Она находилась в тот момент тоже на даче, и увидев, что дочь с кем-то разговаривает, ей стало любопытно. И она подошла. И когда она подошла, и Марианна Александровна представила, Игорь, знакомьтесь, это моя мама, я понял, как мне повезло. Потому что многие журналисты мечтали познакомиться с вдовой Вертинского, взять у нее интервью, и Лидия Владимировна никого не подпускала. А у меня это получилось, может быть, потому что я к этому знакомству не стремился сам. И мы о многом тогда говорили, я расспрашивал Лидию Владимировну о ее муже, она говорила о том, как он за ней ухаживал. Он, кстати, иногда даже готовил, готовил какие-то интересные салаты. Это была очень интересная пара. Александр Николаевич все время гастролировал и приезжал в Москву, они поселились на улице Горького. Ну, приезжал на неделю, на две, и потом дочь его рассказывала мне, что, наверное, это был один из секретов счастливой семейной жизни. Потому что она говорила, если бы папа ходил в тапочках на кухню каждый день, то неизвестно, сколько бы эта семейная жизнь продлилась. А так он приезжал, была огромная радость, большой праздник дома. Александр Николаевич сюда привозил деньги. И давал своей молодой жене, и говорил, ну, пойди, купи себе что-нибудь. И Лидия Владимировна отправлялась в магазины, и, как правило, приходила ни с чем. Ну, ничего нельзя было купить тогда в Москве. И Вертинский говорил, да, Алилочка, мне деньги даются тяжело, но тебе еще тяжелее их потратить. У Александра Вертинского был две дочери. Старшая Мариана, младшая Анастасия. И когда они родились, Вертинский написал стихотворение, которое называется «Доченьки». У меня родились ангелята, родились среди белого дня. Все, над чем я смеялся когда-то, то теперь забавляет меня. И Анастасия рассказывает, что их не брали на концертации. И вот эти нравятся, они потребовали, что, ну, слушайте, мы хотим увидеть, как папа выступает. Их посадили в ложу. Вышел Александр Вертинский на сцену. И когда запел песню «Доченьки», то, конечно, показал на ложу, где сидели его дочери. Зал зааплодировал. А в этой песне были слова «И закроют отченьки, доченьки мои, и споют на кладбище те же соловьи». Вот такие слова. И когда дочери услышали эти слова, они заревели в голос. Едва не был сорван концерт, их, конечно же, немедленно отправили домой. И больше на концерты Вертинского их не брали. Ну, фантастические воспоминания. И у Марианы, и у Анастасии. Жалко, что они не пишут книгу. Хочется верить, что этот момент придет. Но вот Анастасия рассказывает, Вертинская, что однажды Александр Николаевич, сидя в квартире на улице Горького, сказал своей жене, «Лилечка, мне кажется, мы неправильно воспитываем наших дочерей. Они не растут советскими девочками». И было принято решение отправить их в пионерский лагерь. И вот они, значит, собрали два больших чемодана, приехали в этот пионерский лагерь. И Анастасия Александровна рассказывает, что когда она стояла на линейке и слушала, «Взмеетесь с кострами, синие ночью», она думала, ну почему папа не написал вот эту музыку? Так бы сейчас стоял я под песню отца. И вот проходит время. Девочки возвращаются домой. Их ждут красивый стол накрытый. Они входят. Что они привезли с собой? Они привезли с собой единственный фибровый чемодан, в котором лежал один носок. На нем было вышито четвертый отряд. Одна какая-то майка растянута, алкоголичка, на котором был написан Коля, там, Кэ. И когда они вошли в квартиру, то стоит Вертинский, стоит Лидия Владимировна, стоит Бонна, ждут дочерей. А Настя тогда немножко шепеляевела, она сказала, ну что ж, стоите, как обославшийся отряд. Прошли на кухню, открыли кастрюлю, достали оттуда котлеты, как Настя говорит, мы сожрали эти котлеты. И в итоге был шок. Все закончилось тем, что Александр Николаевич ушел в свой кабинет, закрылся, потом к нему пришла Лидия Владимировна, и было принято решение отправить дочери в Грузию, в Гагры, где они уже остаток лета проводили с Боннами. Но, как рассказывает Анастасия Александровна, все уже было поздно. Я написал о Вертинске, выйдет книга, которая называется «Ближний круг», и вот в этой книге будут воспоминания и вдовы Александра Николаевича, и его дочери. Так удивительно, я не так давно оказался в доме у Марианы Вертинской, у старшей дочери великого поэта. И вот когда она читала текст, который я принес, она сказала, «Игорь, а вы не написали, что папа употреблял кокаин?» И после этого, когда он понял, что это его погубит, он принял решение стать братом милосердия. Я, конечно же, внес исправление, дополнение в текст. Александр Николаевич покинул Советскую Россию, выступал за границей, в Париже, в Америке, в Китае. И вот в 44-м году он уже выступал, получил разрешение выступать в Москве. Говорили, что его любил Сталин. Остроумная, умная, талантливая. Анастасия Александровна, дочь Вертинского, она говорила, что Сталин любил отца, и поскольку он был невыездным, то Вертинский был для Сталина таким турбюро. Потому что Сталин по ночам слушал песни Вертинского и путешествовал, потому что был бананово-лимонный Сингапур, были какие-то креольчики, были какие-то лиловые негры. Ну, возможно, так и было. Но еще рассказывают, что когда Сталину принесли на подпись список врагов народа, и там была фамилия Вертинского, то Сталин эту фамилию вычеркнул и сказал, позвольте ему спокойно умереть на родине. Вертинский был очень популярен. Билеты на его концерты достать было невозможно. Когда он приезжал в Тбилиси, он селился в гостинице «Ориент». Она находилась на проспекте Ростовели. Сейчас, к сожалению, ее уже нет. И, конечно, это были все триумфальные выступления. И при этом у Вертинского не было ни одной награды. Я спросил у его вдовы, сказал, «Лидия Владимировна, скажите, а для Александра Николаевича была важна награда?» Он сказал, «Ну, конечно, ведь все же мужчины, они же дети, а для детей важны медали». Знаете, однажды Вертинский пришел на Мосфильм, и там заполняли анкету. И в анкете спросили, ну, имя, фамилия, отчество, год рождения и звание. Вертинский сказал, «Простите, что вы ей говорите?» Он сказал, «Ну, звание, народный, заслуженный артист». И Вертинский ответил, «У меня нет никаких званий, кроме мирового имени». Вертинский хотел ведь быть артистом. И пришел в художественный театр, его прослушивал Станиславский и сказал, «Молодой человек, вы очень талантливы, но вы не выговариваете букву «Р», как вы будете играть?» И Вертинский ответил, «Ну, я буду встаться». В итоге все равно на сцену тогда художественного театра он не вышел, но от судьбы не уйдешь. От судьбы действительно Вертинский не ушел, стал популярнейшим актером во всем мире. И, между прочим, благодаря ему зажглась еще одна звезда. Был такой поручик Холодный, у которого была жена красавица, ее звали Вера. И вот Вертинский сказал, «Верочка, вам нужно играть в кино». Он сказал, «Боже мой, Александр, какое кино? Зачем?» Он сказал, «Вы будете актрисой?» Но кто сейчас не знает Веру Холодную? И вот тогда же Вертинский написал стихотворение «Ваши пальцы пахнут ладаном». И назвал Веру Холодную королевой экрана. И перед стихотворением поставил посвящение Вере Холодной. Холодный сказал, «Александр Николаевич, пальцы пахнут ладаном». Тема смерти. Уберите немедленно посвящение, я не собираюсь умирать. И вот в 19-м году Вертинский находился на гастролях, когда узнал о том, что королева экрана скончалась. И тогда посвящение Вере Холодной вновь было возвращено. Единственная награда, которая была у Вертинского, это была медаль сталинской премии. И как рассказывает его дочерь, отец иногда ее вешал даже на халат, когда сидел дома. Его последнее выступление состоялось в 1957 году в Ленинграде. Он давал шефский концерт в доме для престарелых. И публика просила, спойте последний ужин, спойте последний ужин. Вертинский пытался открутиться. Он говорил, вы знаете, есть на ночь вредно, я не буду вам петь про песню «Ужин». Но его упросили, он спел, а затем пришел в гостиничный номер и его не стало. Семья была в Москве. Зазвонил ночью телефон и сказали, у вас вызывает Ленинград. Лидия Владимировна очень обрадовалась, звонит муж. И вот пока она ждала, когда ее соединятся с той самой гостиницей «Астория», вышла из комнаты Настя. Насте было тогда 12 лет. И она сказала, мама, что умер папа. Лидия Владимировна сказала, Настя, как ты можешь это говорить? Иди ложись спать. Нет, папа просто нам звонит. Но сказали, что вы должны приехать в Ленинград. И когда Лидия Владимировна приехала, то она приехала уже, увидела тело мужа. В Москву его доставили в гробу, который был запаян в цинковый гроб, поскольку везли из другого города. Прощание было в театре эстрады. Этот театр раньше находился на площади Маяковского. И потом в этом здании располагался театр «Современник». А главной звездой театра одной из звезд была Анастасия Александровна Вертинская. И вот она рассказывала, что когда здание ломали, то обнаружили на крыше, на чердаке вот тот самый остров, вот того самого цинкового гроба. И она говорила, что когда я выходила на сцену, я все время вначале перед спектаклем смотрела туда на чердак под колосники, и мне казалось, что я разговариваю с своим отцом. А возможно, так и было, потому что ведь именно там находился все эти годы цинковый гроб Александра Николаевича. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. И вот Лидия Владимировна мне рассказывала, что через несколько дней после смерти ей приснился сон. В этом сне к ней пришел Александр Николаевич и сказал, «Лила, не забудь прийти проводить меня на Ленинградский вокзал, не забудь. Пятый вагон, восьмое место. И когда Лидия Владимировна пришла получать пропуск на Новодевичьем кладбище, тогда это было закрытое кладбище, прийти туда могли только родственники похороненных, ей выдали пропуск и на нем было написано «Пятый участок, восьмое место». Цитирую слова вдовы великого актера. Лидия Владимировна прожила 90 лет. Она больше не вышла замуж. Она говорила, что да, может быть, могут быть еще какие-то мужчины, но кто из них поцелует мне утром в руку? Ее не стало 31 декабря 2013 года. Марианна Александровна, ее старшая дочь, рассказывала, что когда она пришла к матери, Лидия Владимировна уже была в больнице, она была в беспамятстве и тогда внучка поставила ей песни Вертинского и аккурат в тот момент, когда тот запел строки «Ваши пальцы пахнут ладаном» и «Господь по белой лестнице поведет вас вверх», глаза Лидии Владимировны дрогнули и она отошла в мир иной. И сегодня они вместе, Лидия Владимировна, Лила Цергвава и Александр Николаевич Вертинский на Молодевичем кладбище. И вот сегодня, в этот месяц, когда Александру Вертинскому исполнилось 125 лет со дня его рождения, мне очень хотелось вспомнить эту семью и немного рассказать о ней. «Ваши пальцы пахнут ладаном».